Видеоурок на создание мэп-рамок на карты масштаба 1,010, 1,025 и 1,050. Для того, чтобы создать рамки на эти масштабы, в ГИС-карта Панорама открываем программу Панорама. Заходим в файл основного меню. Создать. Создать карту. Пишем имя файла. Какую мы будем карту создавать? Будем первую создавать карту десятитысячного масштаба. Напишу. К. 42. 132. А. Б. 4. Это территория Узбекистана. Десятитысячный масштаб. Сохранить. Сохранить. Вышла таблица. Имя файла здесь указано, где она будет, эта карта сохраняться. Тип карты топографический. Все верно. Здесь устанавливаем масштаб десятитысячный. Ищем. Десять тысяч, двадцать пять, пятьдесят, сто. Вот десятитысячный масштаб. Активировали. Задаем классификатор для данного масштаба. Классификатор ищем в папке Панорама. Находим. Возьмем. План две тысячи. Вот этот классификатор возьмем. Открыть. Добавить. Добавляем номенклатуру по шаблону, который находится на верхней строчке. Это шаблон для десятитысячного масштаба. Переключаемся на английский язык. Обязательно на английском языке. Пишем. 42. 132. Вместо А пишу 1. Вместо Б пишу 2. 4. Так остается. Сюда название листа пишу. К. 42. 132. Здесь могу записать буквами. А. В. 4. Почему я так записала? Потому что смотрите шаблон. Мы здесь записываем. Лист первый А. Он у нас идет под номером 1. В. Под номером 2. В. Под номером 3. Г. Под номером 4. Поэтому я вот так вот зашифровала свою номенклатуру. Это в системе 42 года. Нажимаю. Сохранить. Сохранить. Вот у нас появилась рамка 10-тысячного листа. К. 42. 132. А. Б. 4. Создали. Сохранили. Идем в файл. Сохранить как. Свою папочку. С расширением. Сохраняю. 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 Еще раз. Сохранить. Все. Сохранила. Выход. Закрываю. Теперь буду создавать рамку на масштаб 25-тысячный. Иду опять в файл. Создать. Создать карту. Но уже буду записывать в 25-тысячном масштабе. В 25-тысячном масштабе это будет как К-42-132-А-Б. Это номенклатура 25-тысячного масштаба. Сохранить. Здесь переключаюсь на 25-тысячный масштаб. Вот. Установила. Классификатор. Устанавливаю тот же самый план 2000 РСС. Добавить. И опять в зашифрованном виде я записываю свою номенклатуру в цифрах. К-42-132. Вместо А пишу 1. Вместо Б пишу 2. Все. Здесь могу и так записать. Могу и в буквенном выражении. К-42-132-А-Б. К-42-132-А-Б. Все. Сохранить. Еще раз сохранить. Вот. У нас вышла рамка 25-тысячного масштаба. Теперь я ее опять сохраняю в свою папочку. Сохранить как? С расширением SXF. Сохраняю в свою папку, где у меня и сохранился лист 10-тысячного масштаба. Сохранить. Еще раз. Сохранить. Все. Карта сохранилась. Вот мы уже на два листа составили. Третий лист. Создаем карту. На 50-тысячный масштаб. Опять файл. Создать карту. Уже пишу не А, Б, а будет у меня К-42-132-А. А, вот эта номенклатура 50-тысячного масштаба. Сохранить. Здесь ничто у меня не меняется, кроме масштаба. Масштаб беру 50-тысячный. Вот 50-тысячный установила. Классификатор тот же самый остается. План 2000. Добавить. Опять пишу по шаблону К. К-42-132-А. И вместо А пишу 1. Все. Здесь опять пишу К. 42-132-А. Сохранить. Сохранить. Вот у меня построилась рамка на третий масштаб. То есть на масштаб 50-тысячный. Пишу опять. Иду в файл. Сохранить. Как? Сексерфный формат. Сохраняется опять у меня вот с мою же папочку. Сохранить. Сохранить. Все. Выход. Вот так создаются мэп-рамки на различные масштабы в гискарта панорамы.